Всем привет, с вами EnriVar, и это 20 ранг в боевых кораблях, практически 21, не получается, показались. Очень понравился сезон, серьезно, я вам говорю, просто бомбический сезон, потому что мы не зациклены на какой-то одной стратегии. То есть я вам показывал, как играть, например, горами, как играть с вертолетами, и да, я ими играю, но на самом деле этот сезон вообще просто бомбический, за счет того, что на нем очень много различных стратегий, сейчас я вам, сейчас я, сейчас все вам это покажу, потому что раньше всегда вот все 5 сезонов до этого была одна стратегия, то есть, например, на двух машинных отделениях одна стратегия, ну, например, там горы, 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 все, на трех машинных отделениях, например, другая стратегия, например, канонерка, 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 все, другое не тащило, ну, просто вообще, например, на четырех машинных отделениях там другая стратегия, ищейки, 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 и все, и больше, Ну то есть ты, ну не мог, ну ничего ты не мог сделать Сейчас вот на этом шестом сезоне просто все стратегии хороши Ну многие, на самом деле многие стратегии хороши Свою я покажу в самом конце, я покажу вам сейчас чужие, людские чужие стратегии Как меня выносят, то есть дайте я какой-нибудь хороший тайминг найду Вот смотрите, первая стратегия, просмотр атаки врага за 3.25 То есть это первая стратегия, ну которая сейчас тащит Это горы, базуки, вчера на своем новогоднем стриме я про эту стратегию рассказывал Когда горы плюс базуки идут и зачищают базу На данный момент еще защитных сооружений прям не так много Возможно их даже особо не добавится То есть соответственно такая стратегия очень долго будет тащить И то есть 3 машинных отделения сносятся вот таким миксом А 4 машинное отделение сносится с канонерки И здесь уже появился обстрел, но можно точно так же с артиллерией сносить Когда вы снесете все, абсолютно все машинные отделения Артиллерии хватает Именно 5 левела артиллерии хватает для того, чтобы снести абсолютно быстро Очень быстро и легко базы оппонента Вот собственно это первая стратегия Для которой вам понадобятся прокаченные горы, прокаченные базуки Гор можно заменить на солдатиков Ну как бы это на любителей если честно Но если честно Но теоретически это можно сделать Просмотр атаки врага Следующие по-моему здесь солдатики были, да? Я надеюсь... Нет, да, нет, базуки Окей, вертолеты, базуки, но это роли не играют То есть вертолеты, базуки, горы, базуки, вообще роли не играют То есть и то, и то все равно высаживает гор И то, и то все равно должны быть горы максимального левела То есть горы первого левела не по кати То есть все равно горы должны быть в этих вертолетиков максимального левела Но такая-то стратегия тоже допустима Смотрите, тоже допустима То есть вместо гор высаживают дополнительно вертолеты И точно так же, три машинных мои отделения сносят именно с помощью базук, а последнее, четвёртое машинное отделение, которое расположено в самом-самом конце, сносит именно с канонеркой. О, артиллерия, отлично, вот, артиллерия, полностью заряд артиллерии, вообще обстрела не было, у Черрика вообще нет обстрела, и он всё равно меня победил, он всё равно снёс меня быстрее. Единственное, сейчас не найду, или возможно найду, как меня сносили солдатиками, то есть есть сейчас ещё на данный момент, допустимо, ещё получается кое-как люди сносят именно с солдатиками, то есть за счёт солдатиков. То есть высаживают точно так же сюда, точно так же сюда, точно так же сюда солдатиков с каваном, и это машинное отделение сносит с канонерки, либо, то есть высаживают вот сюда всех солдатиков, все восемь лодок, и вот эти три машины сносят с солдатиками, а вот это последнее забирают именно с помощью канонерки. То есть самое главное для солдатиков нужен именно Брик, то есть, короче, смотрите, в теории можно вообще играть, вот первое, это солдатики, но, блин, солдатики вместе с Бриком, просто стратегия вообще бузька, что на трёх, что на четырёх машинных отделениях вообще получается хорошее. Единственное, когда много становится защитных сооружений, когда они становятся очень-очень сильно прокачаны, тогда уже солдатики перестают стащить, и я уже на стриме говорил, что сегодня уже перестанут ими играть, то есть вот это, ну, то есть уже отходит на второй план, ещё можно, но уже отходит. На следующий план выйдут просто максимально, выйдут базуки, если у вас к базукам есть Брик, ну, если вдруг вы тупанули, я не советую открывать, но вдруг вы открыли, вот просто отвлечёмся, и вдруг вы открыли этого Брика, блин, тогда это просто чума. Базуки вместе с Бриком меня выносили за 3.36, вот сейчас вы посмотрите на время, ну, то есть сейчас мы вот 3.13, 3.13, 3.12, 3.11, то есть вот 3.25 это очень классное время. Бам-бам, ну, просто смотрите, смотрите на время, я показываю вам времена, какие меня выносят. 3.36, вот эту мою расту базуки с Бриком вынесли за 3.36, то есть сюда лодка, сюда лодка, сюда лодка, это сканонерки. Всё, 3.36, я просто офигел, то есть сюда 1 лодка гор, 1 лодка базук, сюда 1 лодка гор, Брик, 2 лодки базук, и сюда, я уже не помню, там, по-моему, тоже 2 лодки базук, 1 лодка гор. Всё, то есть 8 лодок получается, сюда вместе с героем 3.36 меня снесли. Это просто космическое время на данный момент. Но, давайте перейдём к моей тактике, давайте перейдём к чем я играю. Я играю обязательно для моей тактики, нужен сигнальная ракета 4 л, обязательно. Ниже очень сложно будет, то есть придётся перекидывать, придётся ещё что-то делать, поэтому 4 л л. Обязательно горы, потому что с вертолётов высаживаются именно горы, то есть вертолёты у меня, смотрите, даже не докачаны, я не вижу смысла. Их докачивает, там урон вообще копеечный, хп-шка копеечная, там дополнительно сидят, там хрен с ним, мне они не нужны. Обязательно к ним вот это, урон войск, плюс обязательно артиллерии и вот у меня обстрельчик. Для того, чтобы сносить одно машинное отделение с канонерки, а три других забирать вертолётами. Хп-шка не надо, это я вообще не прокачивал, это я вообще не прокачивал. То есть дополнительные какие-то вот ответвления я вообще не качал, для того, чтобы побыстрее выйти первоначально в обстрел. Сейчас в канонерку и, ну конечно же, выйти в пятое машинное отделение. Именно для этого я как бы и берегу свои ключики, для того, чтобы не открывать дополнительные всякие плюхи, пока не надо. То есть, возможно, бомбардиры скоро выйдут, то есть я уверен, что солдатам уже недолго стало жить, то есть, ну как бы здание дефа реально прокачивается недолго. Базуки ещё сутки другие точно поживут, может быть даже дольше, но я уверен, что со временем выйдут бомбардиры всё равно на первый план, но пока я бы не советовал их качать, медленно будет, очень медленно. То есть, пока бы не советовал качать, лучше сконцентрироваться на пятое машинное отделение. То есть, за счёт того, что вы прокачаете вот этих 42, здесь 90, то есть вы буквально сократите себя в два раза. То есть, так это 45-45, там грубо говоря, это получается 90. Поэтому лучше уже выйти всё-таки в следующее, пятое машинное отделение и уже там посмотреть, надо будет бомбардир или не надо будет. Или, в принципе, пока может вертолёты эти будут тащить, посмотрим, короче. Но, перенесёмся, я уже чуть забежал вперёд. Смотрите, шок обязательно, чтобы две шоковые установки стояли. Плюс обстрельчик четвёртого левела, плюс канонерка у меня прокачана на третий левел. Зачем я прокачал? Потому что надо для обстрела. Если у вас канонерки это не будет, вы тоже самое. С четвёртым левелом обстрела вы сможете сносить. Но вы последнее машинное отделение сможете сносить только тогда, когда вы снесёте третье машинное отделение. Сейчас покажу, как это работает. Погнали, погнали нападать, погнали. Вот у меня, доктор Камон, был бы брик, было бы ещё круче. Но 42 этих ключика для открытия я, честно, не могу себе на данный момент позволить. То есть 42, например, на брика, 42 на бомбардиров. И ты, грубо говоря, всё, и ты терпишь. И уже люди повыходили в пятое машинное отделение, а ты ещё до сих пор сидишь на четырёх машинных отделениях. И ты ничего не можешь делать. Я понимаю, что давайте, пожалуйста, не пишите мне, что типа, блин, да меня выносят быстрее, чем ты выносишь. Когда вы сидите на железке на 12 ранге, вы не сравниваете мой там 20-21 ранг. Не сравнивайте хуй с пальцем. Просто тупо не сравнивайте. Потому что я, когда читаю такие комменты, я понимаю, что у людей настолько не хватает мозга даже осознать, что это совсем разные вещи. То есть, когда я сижу в топе 500 мира, и, соответственно, я играю только с проигроками. И когда люди сидят на 10-11 ранге и пишут мне такое, я просто вообще удивляюсь. Ну, то есть, что там в голове такое писать? Ну, типа, что сравнивать, как я оттачиваюсь, что типа, они быстрее оттачивают, что я не умею оттачивать. Я такой, типа, чё, камон, завязывайте писать всякую дрянь. Так, короче, вот мой противник, которого мы сейчас будем сносить. Смотрите, можно бегать вот так, вот так, вот так. Я надеюсь, там мышка видна? Видна. Можно бегать вот так, вот так, вот так. То есть, как бы, ну, грубо говоря, от этого к этому это долго. То есть, бегают или вот так, или вот так. Ну, давайте проверим одну и другую тактику. Посмотрим, какая получится быстрее на данный момент. Ооо, на данный момент, на данный момент. Давайте пойдём лучше вот отсюда. То есть, вот это, вот это и потом вот это. Не знаю, быстрее, не быстрее. Ну, короче, просто здесь... Хотя, давайте пойдём по первому, по стандартной. То есть, на самом деле, вот это для меня стандартная тактика, когда я иду именно к левому машинному отделению. То есть, бросаем фитиль, смотрите, я раз-два и одну бомбочку. Если бы у меня, например, сейчас не было дополнительного заряда канонерки, у меня бы, как раз, грубо говоря, канонерка и закончилась. Дальше аккуратненький фитиль уже только после того, как мы снесли машинное отделение. Дальше я ещё два раз две бомбочки подбрашиваю. Но если, например, бы не было этого дополнительного заряда канонерки, то у меня этих бомб бы не было. Они бы появились только, когда бы я снес вот это последнее третье машинное отделение. Сейчас я перебрасываю последний фитиль, бросаю последнюю бомбочку и бросаю один... Воу-воу-воу! Один дополнительный шок и ещё одна бомбочка. Всё, грубо говоря, вот, ну, сейчас тайминг, наверное, будет 3.14, 3.13, 3... Ой, ну, очень долгий тайминг. На самом деле, в среднем здесь от 3.10 до 3.16. Вот такой тайминг, это, ну, оптимально. То есть, в зависимости от того, насколько шоки будут сильно шокать ваши гор. То есть, если сильно, то, блин, ну, 3.14. Видите? От 3.10 до 3.16 это вот оптимальный тайминг, когда вот так сносится. Давайте попробуем в обраточку слетать и посмотрим быстрее и не быстрее. Потому что мне иногда кажется, что получается быстрее, потом я хоп, там, один раз быстрее, а потом бах, и там уже 3.9, например. Я такой, типа, что-то не быстрее получилось. Здесь нет, здесь вот 100% так не надо лететь, потому что вот эта машина на отделении очень далеко находится. То есть, соответственно, вот эта быстрее будет, эта быстрее и потом вот эта. Плюс здесь только одна шоковая установка, которая будет медленно, очень медленно шокать. Короче, полетели. Полетели. Первая сюда. Раз, два. И раз, два. Почему я, например, не бросаю один обстрел, а потом все остальное артиллерии? Не выгодно. То есть, получается гораздо затратнее по канонерке. Поэтому только такой. То есть, два обстрела и четыре артиллерии. Два обстрела и четыре артиллерии. То есть, запоминайте, мотайте себе на уст. Именно таким составчиком получается лучше всего забрасывать. Так, последний. Возможно, чуточку задержался. Так, памц и памц. Все. И сейчас смотрим. Здесь, видите, шок один. Медленный шок. И, соответственно, за счет этого тайминг получается 3.16. Да, вот идеальный тайминг. Идь, абсоль. Вот, но самый идеальный тайминг. Потому что быстрее, ну, очень сложно вынести, когда есть шоки. Когда нет шоков, можно за 3.18 где-то поднапрячься и где-то хорошо бросить фитиль за 3.18. За 3.09 меня вынесли. Но это хуже, чем норма именно с обстрелом. Короче, вот такие тактики. Вот так они работают. То есть, вы можете для себя выбирать и солдатики на данный момент еще могут что-то. Но базуки это просто космос. Серьезно, я вам говорю. Базуки с бриком это вот на данный... А он меня просто поверг в шок за 3.36. Он просто тупо... Я в осадок выпал. Когда я там такой, 3.15, офигенно, я вынес. А он 3.36 такой, типа, чего? 3.36, да? Такое возможно. Если вам данный видос понравился, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Постарался прям полно рассказать, что, куда, зачем. Даже показал где. То есть, ну, возможно, вам будет полезно. Возможно, вы выберете не такую стратегию, которую я играю. Потому что, действительно, на данный момент, вот сейчас, именно первого числа, тащат базуки. Не знаю, что будет дальше. Пока я не хочу на них переходить, потому что я не знаю, что будет дальше. Поэтому показывал своих вертолетов еще. Если вам данный видос понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Вар. Всем пока.